Надо брать все, что ты можешь взять И хочет добиться всего Я не люблю этот пафос Я с самого детства могу просто идти или лякать Я вообще не доверяла Кто придумал, что ты будешь петь? На зачете? Нет, вообще в жизни твоей Вообще придумала я Но когда мне были другие учителя Когда мне перестало нравиться Родители мне нашли ледную палну И так взбодрили, что потом, когда я начала заниматься Мне очень сильно понравилось Теперь я обожаю петь Нет, а с самого начала? Вот вообще, если уйти глубоко в детство Когда ты только начала Кто был? Вообще всегда мне родители куда-то вели Говорили, давай попробуем, давай попробуем Я везде соглашалась, везде ходила А так я с самого детства могу просто идти или лякать Петь просто, с самого детства Ну это они решили, получается? Ну да А почему ты решила петь? Продолжить? Потому что я знаю и поняла Как бы уже когда подросла Я поняла, что мне это очень нравится И, конечно, я уже хочу петь И так вообще Раз тебе это нравится А что ты испытываешь, когда ты поешь? Ну вот когда я пою И мне говорят какое-то замечание Я испытываю больше вот интерес И в общем, когда я даже пою Мне как-то, ну как-то душевно испытывается Вот даже вот Сама могу песни даже сочинять И это как бы моя душа вот будто А какие чувства ты испытываешь на занятиях? На занятиях? Мне интересно Я понимаю, что Ну как бы если я не буду заниматься То тогда я и петь не буду уметь Вот, ну такие вот у меня чувства Для того, чтобы петь, нужен только рот Как ты к этому относишься? Как ты думаешь? Нет, это неправда А что правда? Когда ты поешь песню Нужен не только рот Рот это просто, чтобы произносить какие-то звуки А когда ты поешь Ты должен осознавать смысл песни Так как без смысла Это просто получатся бессмысленные слова Вот То есть это должна быть твоя душа Ты должен проживать эту песню на сцене И в общем даже в жизни Просто проживать эту песню И ну как бы понимать смысл Ну и понятно, должен быть голос Как нужно делать лицо, когда поешь? А смысл песни Самое главное это смысл песни Ну например То есть каждое слово относится к твоему выражению лица Как бы ты в жизни в этот момент Как бы просто проговорил Как бы ты в жизни это сказал Например, другу, маме Так ты должен это и петь Какое у тебя самое любимое упражнение для артикуляции? И честно, все люблю Потому что Ну самое-самое Самое? Наверное, когда мы делаем вот так Веселое просто? Нет Нет, я имею в виду веселое Почему оно тебе нравится? А, ну да, оно прикольно И когда ты улыбаешься Ты должен как бы очень широко улыбнуться И тебе все хочется больше улыбаться И вот даже когда ты губы вперед тянешь Тоже все хочется больше и больше их протянуть Как правильно дышать? Как правильно дышать? Дышать Когда у нас строчки в песне Мы должны перед каждой строчкой Брать как бы дыхание Ну как бы воздух брать Вот И мы должны брать совсем чуть-чуть воздуха Чтобы это не получилось вот так И мы должны петь прямо четко Прямо И то есть держать диафрагмой этот воздух Какое-нибудь хорошее упражнение на дыхание? Ну мы, например, представляем, что у нас торт И очень много свечек И мы берем просто вот Как бы живот вперед вытаскиваем Берем как бы немножко воздуха И пока не закончится у нас воздух Мы должны как бы Поименить этот воздух Чтобы мы сдули все свечки Твоя любимая распевка? Моя любимая распевка А можно несколько назвать? Ну давайте две Да, да Где мы там Поем лежа и делаем велосипедик И там такие вот буквы Гми, 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 гма, гма, гмо, гму, гмы И как бы мы распеваемся А еще Наверное Там есть такая распевка Мы как бы Должны вперед вот так вот нагинаться И там поется А, М, Х И мы как бы Должны раскрыть свой голос То есть не кричать А вот спеть изо всех сил Все как бы свой голос весь показать И очень прям вот так Эмоционально получается реально Для чего ты поешь? Для чего я пою? Мне это нравится Даже вот можно просто в кругу семьи Просто взять и спеть Так по-домашнему По-уютному Все будут тебя слушать Так же вот Ну когда я пою Мне это нравится Мне это приносит Как бы кайф Я обожаю петь Вот просто Даже для этого Еще я хочу выступать На вокальных конкурсах Ну вот как раз Следующий вопрос А кем ты хочешь стать в будущем? Я хочу стать Актрисой Или певицей Актрисой Но В актерстве Обязательно надо уметь Петь Сражаться на саблях Быть Ну как бы Уметь кататься на конях Танцевать И много-много другое Но мне кажется Одно другому не мешает Это все творчество И ты можешь Это все совмещать Потому что Роли в актерской профессии Можешь дожидаться Даже лет 10 Ну вот Как мой учитель В киношколе То есть Это вот Просто реально Одно другому не мешает Я занимаюсь и танцами И хочу сейчас еще Конным спортом заниматься Но хочу вообще Быть актрисой И ходить на курсы Визажиста Чтобы подрабатывать Кино Или театр В актрисе Больше Почему? Тут как-то Так складывается Что Театр Там сцена И я как бы Семь лет танцую Я всегда на сцене И так далее Это как мой дом Но 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 Также я обожаю Сниматься в кино Так как эти съемки Они целый день Могут длиться И как бы Тебя ругает режиссер Ты все исправляешься Ты играешь там Несколько дублей Может кому-то Это не нравится А мне это интересно И я даже не знаю Что мне нравится больше Так как 7 лет Пробыть на сцене Это Мой родной дом И Я обожаю сцену Но в итоге В будущем Больше Театр Тяготит к чему? Ну смотрите Кино или все-таки Театр? Смотрите Роль в кино Она дается Очень редко И Если ты не будешь Играть в театре То на одном Как бы кино Тебе как бы Не хватит Души для актерства То есть Ты как бы Тебе не хватит Это вот Когда ты хочешь Сниматься Или играть на сцене Вот ты хочешь Проявлять актерский Там играть В спектаклях Сниматься в фильмах Тебе не хватит Быть киноактером Так как Это очень Долгие роли Многие переживания И так далее А сцена Тебя успокаивает После того Как тебя После кастингов Когда не принимают Сцена тебя Успокаивает Это как бы Тоже Ну это как бы Тоже актерство И когда ты играешь В драматических Спектаклях Ты тоже проживаешь Какую-то роль И тебе это тоже Приносит кайф То есть Ну не знаю Это одно другому Тоже не мешает На занятиях Ты устаешь? Нет Я обожаю заниматься Твой педагог Он какой? Он строгий Именно по вокалу Да Он строгий Но за это я люблю педагогов Также у педагога есть Как-то Своя позиция К Ну как бы Твоему Ученику И когда Меня учит Мой педагог После него Например После занятия Не болит Ни горло То есть Ты не устаешь Ты Как бы Дальше хочешь петь И так далее То есть Как-то Этот педагог Тебя взбадривает Учит Многому И То есть Даже вот Учит раскрывать голос И позиция у педагога Очень Вообще Добрая И хорошая Но ты не мучаешься Да Нет Я кайфую У тебя было Такое на занятиях Что открывается Какой-то новый звук Которого не было раньше Да Да Это тебя не пугает Когда появляется новый звук Нет Раньше Когда я только начинала Ходить к своему педагогу Я такая А зачем мы Распиваемся И лежим Я вообще не доверяла Но Когда у меня появлялись Новые звуки Когда я Раскрывала Свой голос Позиция педагога И Мне это так помогло Что Я доверяю своему педагогу И когда я раскрываю Новые звуки Я постоянно сообщаю Об этом родителям И радуюсь Просто Потому что Каждый мой звук Он как бы Расширяет Мой диапазон голоса Подытожим А как ты думаешь Для чего тебе Вот это вот все Для чего это мне все Ну во-первых Мне Это очень нравится Если в жизни Что-то нравится Этим надо заниматься Также в жизни Надо брать Все Что ты можешь взять Это же хорошо Когда ты умеешь петь Ты можешь Посидеть в кругу семьи Ты можешь Ну тебе это Приносит удовольствие И это вообще Самое главное Что может быть в жизни Также это Пригодится мне В актерской В профессии актера И я буду выступать На сценах Также Многое всего Это вообще Правда пригодится Для моей творческой профессии Давай последний тогда Давайте Не вопрос Представим Что ты уже звезда Перед выходом на сцену Полный зал И как бы ты хотела Чтобы тебя объявил ведущий На сцену Не стесняйся На сцену Выходит Марина Гришакова С песней Такая-то Такая-то Я бы хотела Чтобы меня Объявили Не как Прямо Звезда Звезда Потому что Я не люблю Этот пафос Но Так же Чтобы меня Объявили достойно Там выходит Например Ну вот как Давай Выходит Не знаю Там Я понимаю Что король попсы Филипп Киркоров Это пафосно звучит Да Вот как ты Тогда давай Отбросим пафос На сцену Выходит Марина Гришакова С песней Я не знаю Пусть будет Мало У нее У нее Например Красивый голос Которая Очень талантливая И И хочет Добиться Всего Вот